Друзья, я приветствую вас на Нарративном Раскладе. Сегодняшняя наша тема была, есть и будет «Битва Таро». Ну, вы уже знаете, да, не первый раз смотрите Нарративный Расклад. Это не Расклад Таро, это сочинение в прямом эфире некой абстрактной метафорической истории, в которой вы, прислушиваясь к интерпретации, либо что-то узнаёте, находите своё, утверждаетесь в каких-то своих мыслях, чувствах, переживаниях, либо понимаете, что встречаетесь с сопротивлением, а значит, это не ваша история. Это лишь такой очень хороший проективный инструмент, чтобы лучше услышать свой внутренний голос и какое-то своё отношение к какой-то волнующей вас сейчас ситуации. Итак, что было, что есть и что будет в вашей личной жизни, в ваших отношениях? Почему «Битва Таро»? Потому что мы возьмём несколько колод и вытащим на каждую позицию несколько карт и посмотрим, что каждая колода нам расскажет про вашу жизнь. Итак, друзья, жду ваших откликов с нетерпением. Итак, Оракул Полнолуния. Что было, что есть и что будет в ваших отношениях в какое-то ближайшее время, в обозримом будущем. «Моя любимая колода Генри Селика» Тима Бёртона. Мультфильм «Кошмары перед Рождеством». Замечательная философская притча о любви, предназначении, добре и зле. Что было, что есть и что будет в вашей личной жизни? Таро Светлых Провидцев. Что скажут эти карты про вашу ситуацию сегодня и сейчас? Что было, что есть и что будет? Ну и давайте с вами еще возьмем колоду Николетта Чекольни. Тоже замечательные иллюстрации. Прекрасные художницы из итальянского Сан-Марина. Опять же, подчеркиваю, да, мы больше с вами рассматриваем карты как метафорические. Хотя, конечно, иногда и интерпретации Таро тоже могут нам дать какую-то подсказку. Безусловно. Здесь абсолютный простор для фантазии. Что было, что есть и что будет. Итак, ну что ж, давайте с вами начинать наш рассказ. Итак, что было в вашей личной жизни? Башня, да, в отличие от Тарологической башни, где это разрушение, трансформация, переход, окончание, начало нового. Здесь башня, видите, она даже нарисована как некое такое устойчивое здание, да, которое вот тут вот в подножье, да, этого здания у нас имеется такой богатый цветник. В прошлом ваших отношений имеется некая крепкая, возведенная совместными усилиями здания, некая конструкция, некая система взаимоотношений, на которую потрачено раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, можете как бы делать скидку, да, на этот знак. Шесть лет, шесть месяцев, да, полгода, может быть, вы встречаетесь полтора месяца, да. Но в любом случае это что-то, что является уже какой-то частью вашей жизни. Это что-то, на что вы возлагали большие надежды, считали, что это будет некой вашей опорой, это и дальше будет каким-то таким стержнем, центром, основанием, осью вашей жизни, вот вокруг чего будет все выстраиваться. А что нам скажет колода Тима Бертона? В прошлом вы уже столкнулись с каким-то выбором, очевидно, да. У вас была ситуация непростая, либо каких-то внутренних конфликтов и сомнений, либо реального выбора между двумя партнерами, когда вам пришлось, условно говоря, все поставить на красное, да, сделать какую-то определенную ставку. Никакой диверсификации сделать у вас не получилось, условно говоря, встречаться с разными людьми, вкладывать и туда, и сюда. Вы сделали окончательный выбор и решили, что вы будете частью каких-то определенных отношений, выстраивать взаимоотношения с конкретным человеком. И этот выбор в прошлом вами был сделан. Вот насколько вы сейчас об этом жалеете, или вы довольны, что вы так поступили. Это мы с вами посмотрим дальше. Светлые провидцы, что говорят про ваше прошлое в отношениях? Они говорят, что там было очень много переживаний, страданий, стрессов, какой-то печали, даже склонности впасть в какое-то даже депрессивное состояние, мучительных душевных терзаний, бесконечного столкновения с какими-то трудностями. То есть в ваших отношениях в прошлом уже было очень много ситуаций, когда вам приходилось нелегко. И, ну, может быть, это, кстати говоря, какой-то такой тянущийся шлейф вообще из вашего личного опыта. В принципе, не очень часто вы одерживали какую-то победу, успех, нечасто имели возможность наслаждаться отношениями. То есть чаще всего вы в отношениях сталкиваетесь с какими-то травматическими ситуациями. Вот, поэтому в вашем прошлом, конечно, вот эта карта печали, фрустрации, стресса, она фигурировала. Ну и что нам скажет Николета Чиколи про ваше прошлое? Здесь у нас появляется восьмерка жезлов, которая говорит о том, что усилий, да, вот она так имеет такое кодовое название, да, это карта, как некий такой электровеник. Это невероятное количество сил и энергии, которое было вложено в эти отношения. Вы чуть ли не, вот действительно ставку, да, сделали на то, чтобы ваша личная жизнь в первую очередь была выстроена. Карьера, друзья, здоровье, увлечение, вот все, что по колесу баланса, это у вас, ну, вот как бы вас, конечно, интересует, но постольку-поскольку. Если у вас в жизни не налажены личные отношения, если хромает эта сфера, да, любви, то вы себя чувствуете, ну, вот каким-то опустошенным, лишенным сил, лишенным мотивации вообще двигаться дальше. Для вас это что-то, вот что является вот таким корнем и основанием. Поэтому очень-очень много сил и энергии в прошлом было потрачено на то, чтобы сфера личной жизни была у вас в порядке. Что в настоящем вашей личной жизни? В настоящем вашей личной жизни, вероятно, есть спутник жизни, есть партнер. Ну, видимо, в результате того выбора, который вы сделали, то есть вы уже определились, что это он и никто иной. Собственно говоря, что бы между вами ни происходило, это человек, который определяет в каком-то смысле и ваш статус, да, и в каком-то, может быть, социальном смысле, и в эмоциональном смысле. Это партнер, которого вы ставите, ну, так образно выражаясь, на определенную высоту. Это человек, который для вас значим, которого вы уважаете, которому вы прислушиваетесь. Он особое место занимает в вашей жизни. Вместе вы или не вместе. Занимает ли он только мысленно как-то ваши чувства, да, и как-то незримо виртуально в вашей жизни присутствует, или вполне физически. В вашей личной жизни сейчас есть кто-то, кем заняты все ваши мысли, чувства. Знаете, вот как бывает, новые отношения долго не выстраиваются, да, хотя, казалось бы, человек ни с кем не встречается. Но мысленно он настолько поглощен некой фигурой, да, неким персонажем, что никакой другой человек не может даже приблизиться, потому что на эмоциональном плане как будто чувствуется, что нет здесь свободного места. Человек мысленно, тотально кем-то занят и поглощен. Что скажет Генри Селик и Тим Бёртон? На это. Здесь у нас появляется с вами четверка жезлов. Хорошая карта, в принципе, да, ну здесь четверка свечей. Карта оптимизма, карта какой-то основательности, карта действительно утвержденности в каком-то своем решении. Вот если вы этот выбор сделали, вы для себя внутренне уже определились, что я больше метаться не хочу, не буду, я свой выбор сделал. Будет ли мне отвечать партнер взаимностью? Сложатся ли у нас отношения? Это как пойдет, да? Но я для себя решил, что в моей любовной этой истории этот человек будет занимать главенствующую роль. и вы, в общем, достаточно оптимистично настроены по этому поводу. Так, что у нас светлая провидция на это скажет? Ну, здесь у нас еще и девятка Пентаклей. Это, знаете, карта, в общем-то, и удовольствия, и эстетических наслаждений. Знаете, вы, наверное, очень любуетесь как-то своим партнером. Вы получаете удовольствие даже от той мысли, что вот именно этот человек занимает вот такое место в вашей жизни. Вы восхищаетесь им, вы, знаете, очень много радости получаете, эмоционально наполняетесь. Вот просто от самого факта существования этого человека в вашей жизни. Зримо, незримо, да, физически или умозрительно. Но это человек, который действительно наполняет вашу жизнь радостью. Знаете, есть такое выражение, вот, не любить человека, а любить это чувство. Вот, испытывать любовь к кому-то, да, наслаждаться самим этим чувством. Быть поглощенным, вот, захваченным этими эмоциями. Может быть, вы иногда себя на таких моментах отслеживаете. Ну и что же нам еще Николета Чиколи скажет? Ну, а здесь у нас появляется королева чаш, да, дама чаш, дама кубков. Это у нас такой символ эмпатии, эмоциональности, вовлеченности, чувство сопричастности, умение как-то принимать, поддерживать, входить в положение. Знаете, это такой вот человек оголенный нерв, как человек без кожи. Вот, как будто бы он все чувствует без слов. Вероятно, вот эти ваши чувства, они сейчас делают вас достаточно уязвимым, и вы, конечно, в каком-то смысле впали в зависимостью некую. Потому что вот от того, как этот человек проявляется в вашу сторону, в общем-то, зависит очень многое. И ваше настроение, и ваше видение будущего, и желание или нежелание что-то делать в текущем моменте. Допустим, заниматься той же карьерой, да. Вы, бывает, такую славливаете какую-то, демотивирующую какую-то ноту, да, что думаете, ну, зачем тогда все это, да, если нет главного, что я хочу в жизни. Но в любом случае это прочувственность, эмоциональную наполненность, и самое главное умение и готовность любить. Ну, и что же в будущем нам подскажут карты? Оракул полнолуния. Оракул полнолуния, вот если всю эту историю выстраивать в ряд, видит, что при таком раскладе вы в каком-то смысле можете оказаться заложником ситуации, да, потому что вот где зависимость, там и созависимость. Если вы назначаете какого-то человека в своей жизни как отправную точку, да, от чего мы пляшем, то, ну, с одной стороны, это может выглядеть как красивая такая киноистория, но вот человеку, который на этом месте находится, ему очень не сладко, да, потому что буквально его благополучие, оно всегда вынесено куда-то на периферии его жизни. То есть, ну, вот есть понятие внешний, внутренний локус контроля, когда мы либо даем на откуп все свои решения каким-то внешним обстоятельствам. Ну, условно говоря, мы же эти с вами расклады делаем, да, как некий рассказ, мы не перекладываем ответственность на карты, на то, что они сказали, мы к ним прислушиваемся, но мы понимаем, что управление, джойстик вот этот, который влияет на нашу жизнь, он находится исключительно в наших руках. И как относиться к тем интерпретациям, которые вы услышали, это тоже ваша ответственность. И это прекрасно, потому что вы напрямую влияете на ход событий в вашей жизни. Поэтому тут вот есть такое предупреждение, что если вот так сильно увлекаться кем-то другим и периодически забывать про самого себя, то вы, конечно, можете добровольно оказаться в этом заточении, что, конечно, может быть не самая приятная ситуация. Что же там Генри Селик нам говорит? Это хорошая карта, да, это шут, это начало, это обнуление. Это нам говорит о том, вселяет большую надежду в нас, что как раз сейчас вы можете хорошую инвентаризацию в своей жизни произвести, да. То есть в будущем, это мы про будущее говорим, да, у вас будет такой момент, когда вы сможете, если захотите, в принципе, начать все сначала. Например, понять, что в этих отношениях, ну, как-то баланс нарушен. Может быть, вам мало внимания, может быть, вы вообще как-то мало ресурса черпаете из этих отношений, больше страданий, чем удовольствия и так далее. То есть в будущем у вас есть очень хороший шанс попробовать что-то новое, как-то пересмотреть эту ситуацию, вообще начать с чистого листа, если у вас возникнет такое желание. Светлые провидцы нам добавляют про будущее. Вот здесь у нас появляется тройка пентаклей, ну, как-то такого ремесла, умения, какой-то слаженной работы. Может быть, это как раз говорит о том, что, вы знаете, когда кто-то один тащит на себе какую-то ситуацию, да, или себя назначает человеком, от которого все зависит, такой немножко синдром Бога, да, то это тоже такой не очень благоразумный перегруз, да, вы взваливаете на себя какую-то ношу, в результате, естественно, перегружаетесь, не справляетесь, и чувствуете это вот колоссальное чувство разочарования. А здесь карта говорит нам о том, что вот такие сложные истории, как выстраивание коммуникации, это всегда сотворчество, это всегда сотрудничество. Вот, прислушайтесь, да, вот, может быть, у вас в будущем будет такая возможность не слишком много брать на себя, а как-то делегировать какие-то вещи, или делать что-то сообща, и, возможно, это даст какой-то более гармоничный, комфортный результат. Ну, и у нас с вами еще осталась Николетта Чиколи, да, что она нам скажет про будущее. У нас здесь двойка жезлов, да, это, знаете, карта, опять же, и стратегического какого-то планирования, и выбора, и принятия решения. Потом, да, вот видите, как интересно эта карта нарисована. Это все равно внутренний диалог с собой. Вот в любой ситуации, ну, так или иначе, да, вы либо выбираете себя, либо вы выбираете ситуацию вин-вин, да, когда оба от решения остаются в выигрыше, оба побеждают. Если ситуация вам предлагает пожертвовать собой или согласиться на что-то, что вас не устраивает, то эта ситуация проигрышная в любом случае. Вот. Поэтому карта, в общем, нам говорит о том, что у вас, в общем-то, может быть впереди опять будет какой-то некий выбор. Ну, вот смотрите, да, мы с вами взяли четыре колоды, и они нам вот такую интересную историю здесь сочинили. Давайте с вами в конце на замечательной колоде кинокадр возьмем одну карту, которая нам с вами на самое ближайшее будущее задаст некое настроение вообще, как бы определить некий вектор, куда в личных отношениях вся эта ситуация двигается, да, есть ли там какие-то, может быть, приятные сюрпризы. Давайте посмотрим. Ну, вы, вероятно, человек в любом случае, который свою жизнь никогда не превратит в рутину, никогда не будет увлечен только бытовой стороной вопроса. Вы человек одаренный творчески, с хорошей фантазией, с богатым очень внутренним миром, да, вам всегда хочется немножко больше. Вы любите из каких-то обычных вещей делать что-то, что очень увлекает вас самих и делает жизнь окружающих тоже немножко похожей на сказку. Начиная от того, как вы относитесь к интерьеру вашего дома, как вы умеете вот его обуютить, да, наполнять какими-то теплыми вещами, да, вот чтобы была вот эта аура теплоты, вашего присутствия. Вот вы человек нетривиальный, и может быть поэтому, конечно, в вашей жизни очень много вот таких затейливых поворотов, и в вашей биографии, и в ваших личных отношениях, но что точно можно вам гарантировать, что скучной ваша личная жизнь не будет никогда. И людей, в общем-то, вы выбираете, и притягивают вас люди такие же необычные, нетривиальные, эмоционально наполненные. Наполненные. Вот такой, друзья, получился сегодня замечательный инорративный расклад. Очень жду ваших откликов в комментариях, как вам вся эта история. Да, друзья, я вас традиционно благодарю за донаты. Благодаря этим донатам мы с вами сможем приобрести еще много колод с очень интересными сюжетами, иллюстрациями, да, согласитесь, интересно рассматривать всегда новые какие-то картинки, новые сюжеты. Сама очень люблю и думаю, что вам тоже это понравится. Благодарю вас за комментарии, за лайки, и традиционно приглашаю вас на следующий анатимный расклад.